Здравствуйте! В эфире Бавлинское телевидение. Мы приветствуем своих телезрителей. В ближайшие минуты вас ждет информационный выпуск «Время Татнефти». Оставайтесь с нами. Здравствуйте! В эфире «Время Татнефти» в студии Эдуард Прокопьев. В ближайшие полчаса я и мои коллеги расскажем вам о самых значимых событиях минувшей недели. Смотрите сегодня. В гости для обмена опытом делегация узбекских нефтяников посетила нефтяную столицу Татарстана. Звезда мировой оперы вновь на Альметьевской сцене Аида Грифулина и Государственный симфонический оркестр Республики Татарстан порадовали ценителей музыки. Дорогами странствий или как геолог стал художником. В Альметьевской картиной галереи открылась необычная выставка. Об этом и многом другом чуть позже начнем выпуск традиционных стоп-новостей отрасли. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Санкции США против Ирана могут ужесточиться в 2019 году и уронить его нефтяной экспорт втрое, так что иранские поставки могут опуститься с 2,5 миллионов баррелей в сутки в мае этого года до 800 тысяч баррелей в сутки к концу 2019 года. Такой прогноз содержится в исследовании одной из консалтинговых компаний. Напомним, американские санкции в отношении Тегерана вступили в силу 5 ноября. И коротко о ценах на нефть. По состоянию на 7 декабря средняя стоимость марки «Брэнс» составила 59 долларов 15 центов за баррель. Марки «Юрлс» 56 долларов 63 цента. В Татнефтью с рабочим визитом побывала представительная делегация акционерного общества «Узбекнефтегаз» во главе с заместителем председателя правления этой компании Кабулом Тухтаевым. О том, чем их сумел удивить нефтяной регион Татарстана в нашем материале. Члены делегации встретились с руководством и ведущими специалистами Татнефти. Гостей приветствовал заместитель генерального директора главной геолог компании Раис Хисамов. Он отметил, что сотрудничество с узбекской нефтяной компанией развивается, ведутся контакты, переговоры, чтобы осуществлять совместные проекты в различных направлениях деятельности. В первую очередь это касается в области нефтегазодобычи, георазведки. Второе направление – это шинного бизнеса. Третье направление группы, такая большая, наверное, по вопросам переработки нефтегаза и нефтегазохимии. Ну и то, что касается обучения, подготовки кадров, развития науки, изучения новых объектов для добычи нефти, ну и создания инновационных технологий для трудноизвлекаемых запасов. Для гостей «Татнефть» подготовила обширную программу с посещением подразделений и производственных объектов. В первый день пребывания нефтяники из Узбекистана ознакомились с кадровой политикой группы «Татнефть» – системой подготовки и обучения работников. Об этом в презентационной части рассказал начальник управления по работе с персоналом Андрей Глазков. В Альмическом государственном нефтяном институте гости ознакомились с системой подготовки аспирантов и магистрантов, а также пилотными проектами, реализуемых совместно с «Татнефтью». Также им показали новые лаборатории, открытые при поддержке компании. Кроме этого, делегация посетила Центр подготовки кадров «Татнефти» и Геолого-технологический центр НГДУ «Альметьевнефть». Нефтедобыча и разработка были главными темами в ходе встречи с учёными «Татнефть» на следующий день. Особенно гостей интересовали трудноизвлекаемые запасы, поиск новых месторождений, изучение новых объектов, оптимизация процессов разработки сверхвязкой нефти. Конечно, всегда хочется посмотреть, какие, например, подходы применяет та или иная компания. Но я вижу то, что «Татнефть» действительно, и со мной мои коллеги, наверное, согласятся, что действительно всё это делается очень грамотными подходами и целеостремлённые идёт вперёд. На следующий день узбекских нефтяников ждал выезд на скважины «Альметьевнефть». Там им продемонстрировали процесс выполнения капитального ремонта скважины и гидроразрыва пласта. Особый интерес гостей вызвал ряд объектов на шальчинском месторождении сверхвязкой нефти, включая котельную. Понравилась, конечно же, организация труда, научный подход ко всем процессам, которые происходят в компании. То есть все процессы, которые, рабочие процессы, они паспортизированы, то есть систематизированы. Ну, это мне понравилось. Это самое большое, как бы, из чего можно сделать выводы, которые можно использовать в своей работе. Заключительным пунктом стал центр моделирования. Гости ознакомились с работой центра, пообщались с его специалистами. «Придя сюда, мы увидели, что здесь у них основные месторождения выходят в Палеозое. У нас таких месторождений практически нет. Одна или две. У нас основные месторождения находятся в Юре, в Милу, в Палеогене. И данный опыт позволяет расширить кругозор нефтяников, который в дальнейшем поможет нам увеличить наши запасы на нефть и газы, открыть новое месторождение. Это ценный опыт». Также члены делегации побывали на комплексе Танека, ознакомились с деятельностью Инкотек в Нижнекамске. По итогам визита был подписан меморандум о развитии сотрудничества с акционерным обществом «Узбекнефтегаз». На днях в Болгарии стартовало обучение второй группой слушателей программы EMBA ТОП-100. В первом модуле принял участие топ-менеджмент от нефти во главе с генеральным директором компании Наилем Агановым. Теперь двухлетнюю эстафету подхватили начальники НГДУ и управлений компании. Первый модуль по традиции был посвящен развитию лидерского потенциала, направленного на повышение эффективности управления стратегическим развитием компании. Четырёхдневный курс включал в себя большой плац знаний по развитию функционального направления HR – организационной культуры компании, развитию и оценке его персонала. Не меньшее внимание было уделено личностному росту руководителей. Мы сохранили наш интересный исторический квест в Болгарии. И несмотря на зиму, на полтора-два часа наши участники на третий день обучения обязательно идут по историческим местам, обязательно проходят этапы команды образования и возвращаются все очень довольные. Команды в ходе короткого обсуждения выбрали старосту своей группы, определились с названием и девизом. Нарисовали командный герб. Среди лекторов самые квалифицированные преподаватели. Несмотря на то, что направление HR не является прямой специализацией руководителей, принявших участие в обучении, именно эта тема является первой в большом курсе по программе EMBA, становятся фундаментом для строительства основной базы знаний. В конечном итоге именно эту информацию мы должны будем в конечном итоге донести до своих сотрудников, своих служб, организаций, которые здесь представлены, практически вся от нефти. Информация самая важная, чтобы в этом отношении, чтобы коллектив понимал, к чему все предприятие идет. Участников ждет практика и в межмодульный период. Они будут выполнять различные задания и кейсы, получая оценки в свои зачетные книжки. Кроме того, к концу двухгодичного курса руководители значительно подтянут свои знания английского языка. Четвертая стратегическая сессия сотрудников в Татбурнефти прошла на базе отдыха «Снежинка». Ее участники определяли пути достижения целей стратегии 2025. Обо всем подробнее расскажем далее. Основы стратегии были заложены три года назад на таких же сессиях. Татбурнефть за это время шагнула вперед, расширила географию деятельности и сегодня оказывает услуги как главному заказчику Татнефти, так и другим известным нефтяным компаниям. Вовлеченность персонала – одна из главных особенностей таких сессий. Мы уже увидели, как по предыдущим наработкам продвигалась команда, какие шаги уже были предприняты. И сейчас то, что мы обсуждаем, становится более реальным, более достижимым. Но в то же время носит характер вызова, амбиции самой компании и команды Татбурнефти. И мы видим, как сейчас, снимая ограничения, команда будет использовать возможности, которые есть как внутри, так и те, которые предоставляются извне. Участники обсудили перспективы расширения рынка, новые сильные стороны предприятия, рыночные угрозы. Вместе сообща в командах вырабатывали, предлагали свои решения по совершенствованию бизнес-процессов. За одним столом в одной команде рядовые работники и руководители вместе решали актуальные задачи. Было очень важно провести стратегическую сессию и определить для себя пути развития, какие шаги необходимо предпринимать, чтобы достигнуть этих показателей, и определить дальнейшее, будущее и основные направления развития нашей компании. По итогам работы сессии появится реестр наиболее эффективных и перспективных стратегических инициатив Татбурнефти. Встреча трёх поколений прошла в нефтяной столице республики. За праздничным столом вновь встретились ветераны-нефтяники, нынешние поколения работников компании и молодые специалисты. Герои соцтруда Кавалерий Орденов, ветераны нефтяной отрасли, по традиции собрались на ежегодном праздничном вечере. Поздравляет имени руководства компании «Татнефть» Рустаму Хамадеев подчеркнул преемственность поколений «Татнефти», а также неизменно уважительное отношение к ветеранам. Председатель правкома Гумар Ярулин также отметил, что в компании молодёжь воспитывается в добрых традициях, в том числе на примерах героев Отечества. Герои и орденоносцы – это буровики и ремонтики скважин, газопереработчики, золотой фонд компании «Татнефть». Праздник объединил людей, верных Отечеству и своему гражданскому долгу. Участники встречи выразили благодарность руководству компании «Татнефть» за внимание, заботу о ветеранах, социальную поддержку. «Хотел бы поздравить всех ветеранов, всех героев соцтруда, героев СССР, героев России, полного вероятного славы с этим праздником, пожелать им здоровья, добра, удачи и мирного неба над головой. Самое главное – им, нашим ветеранам, здоровья, конечно». Звезда мировой оперной сцены вновь в нефтяной столице Татарстана. На днях в Альметьевске прошел концерт с участием Аиды Гарифулиной и Государственного симфонического оркестра Республики Татарстан под руководством Александра Сладковского. Такой музыкальный подарок в преддверии новогодних праздников горожанам преподнесла компания «Татнефть». Сцена Дворца культуры «Нефче» теперь для оперной дивы стала роднее, а местная публика – ближе. Это уже второе выступление Аиды Гарифулиной в Альметьевске, которое было организовано при поддержке компании «Татнефть». «Публика точно стала ближе и теплее. Вы сами слышали это по аплодисментам. Жители Альметьевска действительно очень радужные люди, очень теплые и очень душевные. Спасибо огромное за такой прием. Всегда приятно приезжать в города, где тебя ждут и любят». Вместе с ярким талантом Аиды альметьевцы смогли поближе познакомиться с мастерством Государственного симфонического оркестра Республики Татарстан под руководством дирижера Александра Сладковского. Рассини, Безе, Беллини, Чайковский и Римский Корсаков в этот вечер со сцены ДК «Невче» звучали мировые шедевры классической музыки и оперы. Причем свои арии Аида исполняла на разных языках – итальянском, французском, русском и, конечно же, на своем родном – татарском. Произведения Ярулина, Яхина и народной татарской песни публикой были встречены с особой теплотой. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Очень хотела попасть на этот концерт, и очень все замечательно. Такая публика и сама Аида Гарифулина просто прекрасно, впечатления отличные. Спасибо большое от «Невти» за такой прекрасный концерт. Понравился голос Аида Гарифулина, невероятно просто, необычный голос. Таких голосов я еще, правда, не слышал. До такого уровня нам еще расти-расти, так как я сам учусь на академическом вокале. И мне кажется, дойти до такого уровня очень сложно. Благодаря инициативе генерального директора компании «Татнефти» Наиля Маганова, высокое искусство для жителей города становится ближе и доступней. Концерт Аида Гарифулины продолжил череду выступлений на альметьевской сцене мастеров с мировым именем – Спиваков, Мацуев, Башмет, Гергеев. В их плотном гастрольном графике, наряду с большими мегаполисами и лучшими сценами по обе стороны океана, теперь все чаще появляется Альметьевск. Я безумно благодарна «Татнефти» и Наиле Фатвичу за такую возможность, за то, что он дарит такие концерты городу и тем самым повышает культуру, вообще поддерживает культуру. В ближайшие выходные 22 и 23 декабря компания «Татнефть» проводит очередные соревнования по конному спорту. На этот раз лучшие наездники и их четвероногие напарники, со всего Татарстана и соседних регионов померятся силами в конно-спортивной школе поселка городского типа «Октюбинский». В рамках соревнований также состоится торжественное открытие нового манежа. Начало в 10 часов. Гостей спортивного праздника ждут увлекательные состязания по конкуру и выездке, а также развлекательная программа и розыгрыш ценных призов. «Дорогами странств» и так называется выставка, открывшаяся на днях в Альметьевской картинной галереи. Автор работ – геолог, решивший, что призвание его – быть художником. Подробнее об этом в нашем следующем материале. По образованию геолог, по призванию художник – так говорит о себе Фарид Газизулин. Художник из Бугульмы практически всю свою жизнь провел в походах и экспедициях и только потом пришел к творчеству. Мотивы объясняет просто – хотел показать красоту мира за горизонтом. Столько видел красоты, столько видел того, что люди не видят никогда. Я вот когда поднимался на какую-то высокую гору и видел потрясающую панораму, мне было до слез обидно, что никто этого не видит. Я тогда дал себе слово, что тогда мне ноги устанут носить по земле. Я сяду за Мольберт и буду создавать эту красоту, чтобы донести ее до людей. Вот чем и занимаюсь. Любитель путешествий более 10 лет проработал в системе Татнефти. Занимался интерпретацией сейсморазведочного материала. Это уже 48-я персональная выставка Фарида Газизулина. В Альметьевской картины и галерее на двух этажах выставлены более 70 его работ. Всего же художникам написано более 400 картин. На них величественные пейзажи, горные вершины, затерянные уголки от Дальнего Востока до Северного Кавказа. На полотнах буквально оживают истории, о которых художник с удовольствием рассказывает, возвращаясь из очередного путешествия. Почти каждая картина имеет в основе тот или иной сюжет, нередко очень драматичный. А медведица, не зная, не видя нас, поднялась вот с той стороны, она бы нас просто порвала. Работы художника будут выставлены в галерее до 14 января. А теперь мы приглашаем к экрану наших юных телезрителей. На очереди приключения нефтяши и ее друзей. Однажды Тимур, нефтяша и собачка Акбай отправились в экспедицию. Ой, вода закончилась. Надо было больше воды брать. Вон жара какая. Не падать духом. Наша экспедиция по исследованию природы продолжается. Как назло, ни одного дерева, хотя бы тенек. Но настоящие исследователи не сдаются. Можно попробовать выкопать колодец. Но нет ни лопаты, ни сил. Стойте, друзья, не пейте. Вы разве не видите? Что мы должны увидеть? Козленка! Вы что, сказку не помните? Нужно срочно провести лабораторное исследование этой воды. Я связываюсь с нашими друзьями-нефтяниками. Тимур позвонил нефтяникам и рассказал, что у них случилось. Привет, исследовательской экспедиции! Что тут у вас? Докладываю. Нами обнаружен природный родник. Но есть некоторые сомнения в составе воды. Ну, это мы сейчас легко проверим. Никаких посторонних элементов не обнаружено. Вода чистейшая и готова к употреблению. Тьфу! Тьфу! Я шучу! Очень хорошая ладичка! Кстати, компания «Татнефть» берет под свою защиту все родники, которые находятся на территории ее деятельности. Как это берет под защиту? Как известно, вода – это основа жизни. И мы считаем своим долгом заботиться о водных источниках, которые нас окружают, в том числе и многочисленных родниках. Кроме того, «Татнефть» вот уже более 20 лет проводит конкурс среди своих предприятий на самый благоустроенный родник. Каждую осень экологи и специальная комиссия проверяют все наши родники, оценивая не только эстетическое оформление, но и состояние, качество воды. Это что же получается? Вы этот конкурс столько лет проводите? Да, и за это время «Татнефть» обустроила по всему нефтяному региону Татарстана свыше 500 родников. И как нефтяники все успевают? Готовиться мы начинаем с весны. В течение лета выполняем все необходимые работы. Восстанавливаем оформление, благоустраиваем пешеходные дорожки, подъездные пути, ставим беседки, очищаем от мусора контейнеры. Нефтяники занимаются благоустройством родников, строят ограждения, красят, устанавливают скамейки, собирают мусор. А как узнать, что родник под вашим присмотром и воду можно пить? На каждом роднике имеется табличка с указанием концентрации хлоридов, сульфатов, минерализации и жесткости воды. И указано название предприятия, под защитой которого находится родник. Вода во всех наших водных источниках соответствует требованиям. А мы можем вам помогать? Конечно. Местные жители уже помогают нам поддерживать чистоту на родниках. А мы можем этот родник сделать еще лучше? Конечно. Давайте приступим прямо сейчас. Отличная идея! Экспедиция удалась! Песню нам поет родник, в чистоте он жить привык. Стоит свежая вода и усилий, и труда. Быть добрее к роднику можешь ты, и я могу. И тогда родник чудесный споет нам песню. На этом наш выпуск подошел к концу. Я с вами прощаюсь и желаю вам всего самого доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Транспортные компании требуются тракторист категории, разрешающий работать на экскаваторе. Машинист по ПДУ 5-го разряда, слесарь по ремонту автомобилей 5-го разряда. Обращаться по телефону 8 932 850 47 44, 8 35 32 453 653. Найди работу прямо сейчас. Общероссийская база вакансий предлагает. Быстро и легко разместить резюме и найти работу. Удобный и простой поиск вакансий. Поиск жилья рядом с местом работы. Возможность найти привлекательные вакансии по всей стране. Надежность работодателей. За прошлый год в России произошло 11 взрывов бытового газа. Погибли 33 человека. Одна из причин взрывов – износ газового оборудования и нарушение в его установке. Трагедии можно избежать, если пройти ежегодное техническое обслуживание. Работники горгаза одеты в форменную одежду и предоставляют удостоверение. Они проверят установку оборудования, наличие тяги, герметичность соединений и работу приборов. После работ заполнят нужные документы. Техническое обслуживание газового оборудования – залог вашего спокойствия. Газпром Трансгаз Казань. На страже вашей безопасности. Поплачивайте услуги детского сада. Проверяйте оценки ребенка в электронном дневнике и пополняйте карту школьного питания. Записывайтесь на прием к врачу. Оплачивайте налоги и штрафы за нарушение правил дорожного движения. Сотни тысяч людей ежемесячно получают электронные услуги и экономят время с порталом Госуслуг Татарстана. Присоединяйтесь к нам также с помощью мобильного приложения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Папа, гуляй со мной, пожалуйста. Когда я был в твоем возрасте, я был самостоятельным. Иди сам погуляй. Любовь и внимание не должны ослабевать ни на минуту. Транспортной компании требуется тракторист категории, разрешающий работать на экскаваторе, машинист по ПДУ 5-го разряда, слесарь по ремонту автомобиля 5-го разряда. Обращаться по телефону 8 932 850 47 44, 8 35 32 453 653. Найди работу прямо сейчас. Общероссийская база вакансий предлагает быстро и легко разместить резюме и найти работу, удобный и простой поиск вакансий, поиск жилья рядом с местом работы, возможность найти привлекательные вакансии по всей стране, надежность работодателей. Новый год Новый год – это праздник, который должен приносить людям только яркие и положительные эмоции. К сожалению, так происходит далеко не всегда. Случаются в Новый год и пожары, и другие крупные неприятности. Причины пожара в Новый год могут быть самыми разными. Опасность представляют как салюты, так и многочисленные гирлянды, развешанные на елках, являющиеся потенциальными источниками возгорания. Судя по печальной статистике, угроза пожаров в новогодний праздник возрастает многократно. А все из-за того, что люди используют хлопушки, петарды, бенгальские свечи, различные электрогирлянды. Подробности в интервью начальника отделения надзорной деятельности Бавлинского муниципального района Игоря Барабанова. Приближаются новогодние праздники, в период проведения которых, как правило, увеличивается число пожаров. В связи с чем, гражданам хотел бы обратиться на соблюдение правил пожарной безопасности в быту. Елку надо устанавливать на прочном основании. Ветки елки не должны касаться стен, потолков. Украшать игрушками, только выполненными из несгораемых материалов. Применять только сертифицированные гирлянды. Покупать пиротехнику следует только в специализированных магазинах. Применять ее только на специально отведенных площадках. Это стадион в северо-западной части Бавлов, это стадион Невче и стадион в нижней части Бавлов возле Ватана. Данные площадки определены как для запуска пиротехники. В остальных местах запуск пиротехники считается незаконным и является нарушением административного законодательства. Штраф на граждан от 2 до 4 тысяч рублей. Уважаемые телезрители, на сегодня мы завершаем свою работу. Сюжеты передачи Бавлинского телевидения вы можете посмотреть на нашем сайте. До новых встреч, будьте здоровы! Субтитры создавал DimaTorzok